Товары из Югры теперь покупают на ebay. Сразу две компании зарегистрировались на этой крупнейшей международной торговой площадке. Продавать свои товары за границу дело непростое. К тому же на внешних рынках действуют свои правила. Подробнее о предпринимателях, которые решили рискнуть и попробовать свои силы на новой для них площадке, расскажем в следующем сюжете. Разнообразием предложений на торговых интернет-площадках сегодня никого не удивишь. Найти можно что угодно. От специфических деталей до автомобилей. Теперь, листая товары, люди со всего мира могут наткнуться и на югорский мох. Предприятие из Ханты-Мансийска производит растения в брикетах и армированных модулях. Их используют для создания живых изгородей, озеленения зданий, ландшафтного дизайна. Применений много. Также мох добрую службу послужит и начинающим садоводам. Кто начинающий цветоводы, очень любят растения, но у них не получается. Часто покупают в магазинах цветы, приносят домой, через неделю-две у них растение умирает. Если посадить его в мох, то оно точно не умрет. Его не зальешь. Будет прекрасно расти. Есть на сайтах на Озон, на Велберис, на Эбэй. И буквально на днях были совершены первые отгрузки югорского мха в Израиль. К слову, выйти на Эбэй компании помог фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес». Центр поддержки экспорта Югры, работающий на базе фонда «Мой бизнес», помогает предпринимателям получить консультационную поддержку, разместиться непосредственно на электронных торговых площадках, научиться там торговать, адаптировать продукцию для иностранных партнеров и получить даже какие-то образовательные услуги, чтобы научиться работать на торговых электронных площадках. Этот необычный принтер из Нижневартовска теперь тоже можно увидеть на Эбэй. Он наносит не краски, а фольгу на все, что душе угодно. Ручки, брелоки, коробки. Разработку отличают не только характеристики, но и меньшая стоимость по сравнению с другими производителями. Поэтому товар пользуется популярностью среди специалистов и за рубежом. К слову, такая поддержка проходит в рамках профильных нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Таким образом, даже во время пандемии предприниматели из Югры выходят на новые рынки сбыта по всему миру. Василий Сысуев, Ильдар Муратов, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск.